Что такое инверсные фьючерсные контракты на ByBT, чем они отличаются от обычных фьючей и как, используя инверсные фьючерсы, увеличить прибыль от вашей торговли? Без долгих слов, сразу погнали к делу. Итак, первое, с чего мы начнем, это чем отличаются инверсные фьючей от традиционных бессрочных фьючей. Когда вы используете обычные фьючерсы, вы в качестве обеспечения своей позиции предоставляете бирже USDT. Например, вы хотите открыть лонг на 1 биткоин. 1 биткоин стоит 60 тысяч долларов, вы открываете лонг с плечом X10. Соответственно, вы бирже даете 6 тысяч долларов обеспечения и открываете свою позицию на 60 тысяч долларов. Если ту же самую ситуацию мы рассмотрим с вами на инверсных контрактах, то вы бирже даете не USDT в качестве залога, а тот актив, который собираетесь торговать. Есть различные торговые пары. Если мы рассмотрим с вами пример с биткоином, то вы будете давать бирже в залог именно биткоин. То есть, если вы хотите открыть тот же самый лонг на 1 биткоин, цена биткоина 60 тысяч долларов, то вы будете давать бирже в качестве обеспечения не 6 тысяч долларов, а 0.1 биткоина, эквивалентные, собственно, 6 тысячам долларов. И здесь основное преимущество инверсных ячей в том, что когда вы лонгуете, то вы зарабатываете не только прибыль от вашей позиции, но вы зарабатываете еще и на росте того актива, который используется у вас в качестве обеспечения. Давайте мы перейдем с вами к таблице, и я вам покажу, как эта история у нас работает. Конкретно та ситуация, которую мы с вами только что рассматриваем. Открываем обычный лонг при цене биткоина 60 тысяч долларов, объем позиции 1 биткоин, дальше обеспечение при плече X10 у нас 6 тысяч долларов. И допустим, то, что мы держим наш лонг, все у нас идет замечательно, до цены 80 тысяч долларов. Таким образом, мы с вами зарабатываем при использовании обычного фьючерса, где в качестве залога у нас используется USDT, 20 тысяч долларов. Зафиксировали. Далее, если мы с вами говорим про инверсный лонг, абсолютно тот же самый, но где в качестве залога мы дали бирже не 6 тысяч долларов, как здесь, USDT, а именно 0.1 биткоин эквивалентный на момент открытия нашей сделки 6 тысячам долларов. То есть, ну, если плечо X10, я думаю, вы уже фьючерсами пользоваться умеете, собственно, понимаете, как производится расчет позиций. Конечно, конечно. То далее, если мы с вами зарабатываем на этом инверсном фьючере, то мы с вами зарабатываем на нем в биткоинах. То есть, мы с вами, обратите внимание, открыли лонг на 1 биткоин, и мы зарабатываем здесь с вами также в биткоин. Если мы закрываемся на одной и той же цене, то разницы здесь нету в прибыли. То есть, здесь 0.25 биткоина – это 20 тысяч долларов, здесь 0.25 биткоина – это те же самые 20 тысяч долларов. Но, как говорится, есть нюанс. Если мы с вами по истечении сделки достаем обеспечение в первом случае, то у нас остаются те же самые 6 тысяч долларов. Да, вот мы с вами как положили 6 тысяч тезера, так и достали 6 тысяч тезера. Но, если мы рассматриваем с вами второй вариант, то мы же с вами давали биржу в качестве обеспечения 0.1 биткоин, биткоин вырос, и, соответственно, наши 6 тысяч долларов превратились в 7200 долларов. То есть, еще раз, мы заработали с вами не только на росте самого актива, но и на росте цены обеспечения этого актива. То есть, в данном случае на биткоин. И это, на мой взгляд, основное преимущество инверсных фьючей в том, что когда мы работаем с вами от лонга, когда мы логуем с вами с плечом, хотя бы с небольшим, то мы забираем с вами не только ту прибыль с лонга, которую мы получили благодаря нашему трейду, но и выигрываем с точки зрения того, что наше обеспечение растет в цене. Логичный вопрос. Есть ли у этого всего какие-то минусы и недостатки? И почему, если инверсные фьючи такие прекрасные, на них не торгует весь рынок? Нюансы действительно есть, и мы сейчас с вами их обсудим. Но прежде чем мы с вами это сделаем, напомню, если у вас еще нет аккаунта на бирже Bybit, создавайте его по ссылке под этим видео. Там вас ждут бонусы от биржи Bybit за выполнение объемов торгов до 30 тысяч долларов. И также от нашего проекта вы получаете доступ к бесплатному курсу по техническому анализу и риск менеджменту и бесплатный доступ к скальп-каналу со сделками от нашей команды. Даже если у вас уже есть аккаунт на Bybit, вы все равно можете перейти по ссылке под этим видео, ввести свой ID, и наша команда поможет вам перенести аккаунт, чтобы вы могли получить все бонусы. Итак, поехали разбираться непосредственно с инверсными фьючами. Для того, чтобы нам начать торговать, мы переходим с вами на биржу Bybit, раздел «Деривативы». Далее, собственно, инверсные, бессрочные фьючерсные контракты, и выбираем здесь биткоин. Поскольку я создал для этого видео новый аккаунт, я сейчас его пополню с другого аккаунта. Если у вас активы уже есть, то вам этого не требуется. Итак, после того, как мы пополнили наш аккаунт, возвращаемся с вами обратно во вкладку «Инверсные, бессрочные фьючерсы», и начинаем разбираться с нюансами. Смотрите, когда мы с вами открываем лонг на биткоине с обеспечением в USDT, давайте мы с вами это прямо сейчас сделаем сразу на практике, чтобы вы видели, как это работает. Открываем обычные контракты, да, видите, вот именно к USDT биткоин торгуется. Мы с вами, если откроем лонг на плече 1x, давайте мы это прямо сейчас сделаем, заполним по количеству, выберем заполнение по стоимости, по долларам, и откроем с вами, допустим, лонг на биткоин, там, на 100 долларов. Смотрим то, что у нас лонг открылся, и здесь мы видим с вами цену ликвидации. Цена ликвидации у нас показывает 308 долларов, то есть если биткоин дойдет до отметки 308 долларов, то нашу позицию ликвиднет. Ситуация крайне маловероятная, и здесь цена ликвидации, она просто служит небольшим обеспечением. Хотя на самом деле, если разбираться по факту, то должна ликвидация у нас быть на нуле, да, потому что мы же обеспечиваем тезером, здесь просто идет небольшой зазор, который себе закладывает биржа, как некий компенсаторный механизм. Суть здесь самое главное в чем, что когда вы торгуете с обеспечением в тезере на плече 1x, у вас получается цена ликвидации практически ноль, ну то есть очень маленькая вероятность, что до нее дойдет. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Мы с вами открыли тот же самый лонг, но поставим на него плечо уже 10x, для того, чтобы вы понимали, как это работает. И теперь, внезапно, у нас стоимость ликвидации поменялась с 300 долларов на 55800 долларов. Почему это произошло? Смотрите, дело в том, что у нас поменялось количество маржи в нашей позиции. В первом случае у нас маржи было на всю позицию, то есть она была 60%. Сейчас же маржи у нас стало меньше, ее стало 6 долларов. И, собственно, когда у нас маржинальное обеспечение заканчивается, наша позиция ликвидируется. Опять же, я надеюсь, что вы, смотря это видео, уже умеете базово обращаться с фьючерсами и понимаете, что такая цена ликвидации, как она рассчитывается, мне сейчас не нужно делать на этом никаких акцентов. Здесь мы с вами разобрались. Давайте по рынку этот фьючерс закроем и будем разбираться, как у нас устроены инверсные фьючи. Для этого мы возвращаемся во вкладку инверсные фьючи. И здесь для нас с вами что нужно понимать? То, что поскольку у нас в качестве актива используется именно биткоин, то у нас здесь будет другая цена ликвидации. Давайте представим для примера то, что мы с вами открываем с кредитным плечом 1x, то есть практически без кредитного плеча, можно сказать, по цене 60 тысяч долларов. И давайте введем то, что мы там так же, допустим, с вами открываем 100 долларов контракт. У нас цена ликвидации 30 075 долларов. А теперь ключевой вопрос. Почему так происходит? Дело в том, что когда мы с вами лонгуем за тезер и даем бирже обеспечение в тезере, то, собственно, у нас, как биткоин идет вниз, то обеспечение в тезере не меняет свои стоимости. То есть как мы обеспечивали позицию свою 100 долларами, например, так и обеспечиваем. Если же мы с вами говорим про обеспечение в биткоине, то когда мы оказываемся неправы, рынок идет против нас. То мало того, что мы теряем в биткоинах, потому что мы же инверсный фьючерс торгуем именно в биткоинах. Так мы еще и теряем в стоимости своей позиции. И получается, что когда цена биткоина падает, например, на 50%, то мы уже становимся должны денег бирже. И при этом у нас не остается денег для обеспечения нашего контракта, потому что само обеспечение, а именно биткоин, упало. Я вам в приложении к этому видео оставлю статью про инверсный фьючерс и контракты на Bybit. Вы там сможете более подробно с этим разобраться. Но самый важный момент, который вам нужно понимать, то что лонговать с плечом 1x на инверсных фьючерс особого смысла нет. Есть смысл шортить на инверсных фьючерс для того, чтобы зарабатывать ставки фандинга. Но об этом мы с вами обсудим в конце видео. Двигаемся далее. Что же у нас будет с ценой ликвидации, если мы поставим сюда плечо 10x? А если мы поставим плечо 10x, то цена ликвидации у нас с вами особо не поменяется. И, по-моему, даже будет чуть меньше, чем она у нас была. Да, то есть, помните, у нас там была 55800, а здесь она, получается, у нас 54700. Но там нужно для достоверности эксперимента поставить вот такую стартовую цену, да, потому что мы открывали. Ну, да, здесь получается она все-таки чуть-чуть побольше, да, там, помните, было 58800, здесь получается 56200. Но не так критично. И при этом, да, мы с вами помним, что если мы все-таки в сделке оказываемся правы, то мы теряем не только обеспечение, но и, собственно, зарабатываем на росте самого биткоина. Этот момент мы с вами разобрали. Давайте теперь будем разбираться с тем, как открыть инверсный фьюч, потому что для того, чтобы его открыть, нам недостаточно тех тезеров, которые у нас есть сейчас на аккаунте. Для этого мы с вами переходим во вкладку торговать, мы будем работать с вами с биткоином, переходим в торговую пару биткоин, не будем заморачиваться с рыночными лимитками, так, скрыть все подсказки. Переходим с вами и прям по стакану, собственно, покупаем на 1000 долларов биткоина. Далее мы с вами возвращаемся во вкладку инверсный и бессрочный, открываем биткоин. И теперь уже мы можем открывать с вами нашу позицию. В чем здесь отличие? Смотрите, когда мы с вами торгуем на обычных фьючах, мы с вами еще раз в качестве обеспечения используем доллар. Если же мы с вами торгуем на инверсных фьючерсах, то мы используем с вами биткоины. Давайте представим, что мы с вами хотим открыть позицию по цене 61 750, просто чтобы она у нас, даже, наверное, лучше 700, чтобы она у нас быстро открылась. При этом мы хотим с вами открыть позицию, скажем, на 5000 долларов. И при этом мы с вами торгуем на изолированной марже, при этом мы с вами торгуем на, пусть будет на 10 плече, окей. Я рекомендую вам использовать изолированную маржу для того, чтобы не потерять деньги на своем аккаунте. И в случае, если цена пошла против вас, у вас была четкая и понятная стоимость ликвидации. Теперь мы с вами вот здесь видим стоимость открытия нашей позиции и цену открытия нашей позиции. Чем они отличаются? Цена — это та маржа, которую нам нужно положить для обеспечения своей позиции. Стоимость — это тот объем позиции, который мы с вами открываем. Далее что мы делаем? Мы с вами нажимаем «Открыть лонг» и, по идее, у нас сейчас должен прям быстро исполниться наш контракт. Но показывает недостаточный баланс. Давайте переведем. А, точно, мы же с вами купили биткоин на едином торговом аккаунте, а нам нужно перевести их на инверсный контракт. И, соответственно, мы с вами нажимаем «Подтвердить» и отправляем наш лимитный ордер. Можем нажать, чтобы он больше нас не спрашивал. Собственно, мы видим, что наша лимитка отправилась в стакан. Но недолго она там провисела. Как мы видим, ордер наш исполнился. И, собственно, мы с вами открыли наш лонг. Давайте будем разбираться, что у нас здесь в этом лонге сейчас есть. Итак, мы с вами открыли изолированный контракт. То есть с изолированной маржой. У нас используются только те биткоины для обеспечения, которые мы изначально положили в сделку. Контракт наш биткоин к доллару. Мы открыли с вами контракт на 5000 долларов. И в качестве обеспечения нашей позиции мы с вами используем 0.08 биткоинов. Цена входа у нас была 61.700. И, собственно, сейчас цена пошла чуть ниже против нашей сделки. А дальше, собственно, цена ликвидации у нас показывает 56.347. Это та отметка, на которой наша позиция будет принудительно ликвидирована. Это та отметка, на которой у нас закончится обеспечение. И, собственно, здесь мы с вами видим, какое количество маржи находится в нашей сейчас позиции. Здесь мы видим с вами реализованную и нереализованную прибыль. Реализованная в нашем случае это то, что мы сейчас с вами заплатили за комиссию за открытие сделки. И нереализованная это то, что сейчас, соответственно, мы видим с вами в позиции. Ну, тут волатильность на биткоине резко на моменте снятия видео повысилась. И, собственно, мы там то в небольшом плюсе, то в небольшом минусе. Но для нас это сейчас с вами не так, чтобы супер важно. Итак, подводим итоги первой части нашего видео. Когда имеет смысл открывать инверсные фьючерсные контракты вместо обычных? Если вы хотите лонговать, если вы хотите делать это с каким-то небольшим адекватным плечом. И хотите заработать не только за счет того, что вы правильно вошли в сделку. Но и за счет роста обеспечения вашей позиции. Собственно, если вас это устраивает, если вас устраивают эти риски, то, что у вас немножко сдвигается цена ликвидации выше. То, что вы не можете открывать фьючи с плечом 1x. Хотя я не знаю, кто открывает фьючи с 1x плечом. То, собственно, вы можете использовать инверсные фьючи. Как я подхожу к использованию инверсных фьючей? Если я открываю какие-то среднесрочные, либо долгосрочные позиции на фьючах. То я стараюсь использовать именно инверсные фьючерсные контракты. Почему? Потому что, если мы с вами зарабатываем на росте актива, ну, например, вы решили, что эфир сейчас стоит 3,5 тысячи долларов, а будет стоить 6 тысяч долларов. И вы хотите отлонговать это движение на фьючах. Ну, какой смысл использовать долларовое обеспечение, если мы с вами планируем открывать лонг, например, с плечом 5x. И при этом мы планируем держать его достаточно долго. То есть мы не будем забирать вот эти мелкие скалиперские движения. Мы планируем забрать и само лонговое движение, и еще заработать на росте, собственно, самого эфира. То есть, понимаете, если бы мы открыли, ну, представим, опять же, ситуацию. Вот мы с вами решили открыть лонг на один эфир, дотянуть его 2x, там, до 7 тысяч долларов. Как мне видится, ситуация вполне реальна для текущего обычаего рынка. Если мы с вами открываем на тезере, то с одного эфира мы с вами, собственно, зарабатываем, получается, 3,5 тысячи долларов. Если же мы с вами открываем лонг на эфире, то мы с вами зарабатываем не только за счет того, что мы с вами 3,5 тысячи долларов забрали, но и за счет того, что выросло наше обеспечение. Например, на плече 5x, если мы с вами обеспечивали позицию на 3,5 тысячи долларов, то у нас было эфира где-то на 700 долларов. То мы с вами с 700 долларов сделали еще дополнительно 2x за счет того, что просто у нас вырос эфир. В общем, вы здесь будете зарабатывать именно на том обеспечении, которое вы используете в своей позиции. Если вы открываете среднесрочные, долгосрочные позы, то я считаю, именно инверсные фьючи, они лучше для этого подходят. Ну и небольшой бонус под конец этого видео. Как можно при помощи инверсных фьючей без риска зарабатывать от 10 до 30% годовых в тезере? Давайте разбираться. Смотрите, для того, чтобы нам это сделать, мы с вами должны, ну, во-первых, давайте закроем тот лом, который мы с вами вместе открывали. А мы с вами должны открывать позицию в биткоине на плече 1x на инверсном фьючерском контракте. Давайте объясним, как это работает. Смотрите, вот у нас прямо сейчас, на текущий момент, давайте я прямо открою, чтобы вам это было наглядно видно. У нас с вами сейчас биткоины на 980 долларов, потому что в последней сделке мы с вами потеряли 20 долларов, да, за счет того, что мы там открыли лонгс, она чуть-чуть отъехала вниз. Собственно, представим, что мы сейчас 980 долларов только что обменяли наш биткоин, и вот они оказались на нашем аккаунте. Что мы теперь можем с вами сделать? Мы можем с вами зайти, и вот здесь по рынку, с плечом важно 1x, да, так, здесь почему-то нет этого ползунка, которым можно было бы это отрегулировать. На телефоне это чуть удобно делать. Ну, давайте, например, мы с вами откроем шорт на изолированной марже, на плече 1x на 900 долларов. Нажимаем «Продать в шорт». В чем здесь, как говорится, магия? Магия здесь заключается в том, что на использовании фьючерсов есть так называемая ставка файдинга. Что такое ставка файдинга? Вот оно вот здесь показывается. Ставка финансирования — это балансирующая ставка для того, чтобы уравновешивать в рынке лонгистов и шортистов. У нас есть на канале отдельное большое видео про то, что такое файдинг, как это работает, как он рассчитывается и так далее. А сейчас кратко суть. Если вы держите лонг-позицию и вы видите положительную ставку файдинга, как в данной ситуации, 0.01%, то это означает то, что люди, которые держат лонги, платят тем, кто держит сейчас шорты. То есть, если вы удержите шорт-позицию, то вам будет начисляться на вашу позицию 0.01%. Если вы держите, соответственно, лонг-позицию, то с вашей позиции будет списываться 0.01% в пользу тех людей, которые держат шорты. И что получается? Если мы с вами открываем инверсный фьючерсный лонг на биткоине с плечом, важно только 1x плечо, именно это делает эту стратегию безрисковой, то мы с вами на нашу инверсную позицию будем каждые 8 часов получать 0.01%. Теперь берем с вами в руки телефон и прикидываем, сколько на этом можно заработать. Допустим, мы с вами открываем на 10 тысяч долларов инверсный фьючерсный контракт в шорт с плечом 1x. Далее мы с вами получаем фандинг в размере 0.01%. Это 1 доллар в час. Но мы получаем с вами это 3 раза в сутки. То есть, мы получаем с вами 3 доллара в сутки. Умножаем это на 365 и получаем то, что в год мы получаем 1095 долларов. То есть, это порядка 10% годовых, при этом абсолютно без риска. Ну, если мы не учитываем то, что биржа Байбит каким-то нечестным образом может с нами поступить, но поскольку биржа Байбит находится сейчас уже на втором месте по объему торгов, то вариант того, что с вами поступит как-то не очень хорошо, он здесь минимальный. При этом при всем, если мы с вами говорим про активный бычер рынок, который у нас приближается, то ставки фандинга бывают гораздо более интересными. И, например, мы с ребятами в нашем закрытом комьюнити зарабатывали в марте-апреле 2024 года несколько недель на протяжении порядка 40-50% годовых, когда ставка на биткоине была не 0.01, а 0.1. Да, иногда бывало и выше в моменте. Следите за ставкой фандинга. Если вы захотите без риска немножко плюсануть свой депозит, то это отличная стратегия, которую использую лично я, особенно когда ставки фандинга перегреты и у нас идет активная бычка. Либо же вы можете использовать это для того, чтобы перекрыть, так сказать, свои ставки фандинга на используемые активы на фьючер. Ну, например, на ланге вы открыли на 10 тысяч долларов позицию с плечом и платите за нее фандинг. Вот вы можете с плечом 1x открыть ту же самую позицию и, собственно, перекрыть фандинг. Если у вас, например, просто лежат без дела стейблы, вы зашли, открыли противоположную позицию, и в долларах вы остаетесь в том же самом значении, но, соответственно, зарабатываете именно на фандинге. Тут, кстати, наверное, очень важный момент нужно пояснить, почему мы с вами в долларе не теряем, если открываем инверсный фьючер на обойбите. Давайте сейчас откроем на конкретном нашем примере. Вот, допустим, мы с вами открыли инверсный бессрочный фьючерс в шорт на 900 долларов. При этом стоимость нашего фьючерса 0.0146 биткоинов. Обеспечение нашей позиции, как мы помним, 900 долларов мы с вами положили. Далее, что у нас с вами происходит? Если у нас с вами биткоин идет вниз, и, допустим, с 60 тысяч долларов его цена доходит до 50 тысяч долларов, то мы с вами за счет шорта у нас становится больше биткоина, на конкретно 20% больше. И последний вопрос, который нам с вами нужно разобрать. Как так получается, что мы, открывая шорт-позицию, остаемся всегда неизменны в долларах? Ведь позиция-то колебается. Смотрите, когда мы с вами открываем фьючерс на инверсном контракте, то когда биткоин начинает падать, то мы с вами получаем больше биткоинов. Цена биткоина падает, мы получаем больше биткоина, и за счет этого мы остаемся с вами в нейтральной позиции по доллару. А если же цена биткоина растет, и мы получаем как бы убыток в биткоинах на свой фьючерс, То, собственно, мы с вами в долларе остаемся также нейтральны, просто потому что цена обеспечения у нас растет. Вы можете проделать подобную манипуляцию на какую-то небольшую сумму, типа 100 долларов, положите на неделю, посмотрите, как себя эта позиция будет вести. Естественно, не нужно сразу какие-то большие деньги туда загружать, но если фандинг идет в каких-то интересных значениях, типа 0.3, 0.4, 0.5, иногда бывает даже 0.1, в 10 раз больше, чем сейчас, то, собственно, это достаточно интересная стратегия для того, чтобы без риска приумножать свой депозит. На этом мы с вами на сегодня заканчиваем, если у вас будет вопрос, пишите в комментариях и до скорых встреч.